Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте. В обложке. В обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Всем привет, с вами Кобяков и вы на моем канале. И ребята, я сегодня не один. Знакомьтесь, это Нигита. Привет. Я понимаю, что куча вопросов сразу. Объясняю. Я выступал в городе Томск со своим концертом. И познакомился там с Никитой. У него есть свой YouTube канал, на котором уже больше 300 тысяч подписчиков, представляете? И Никита обожает смотреть мои видосики. Поэтому Никита предложил мне снять совместный видос. И я, конечно же, согласился. Получается сегодня ролик с подписчиком. Никит, ты готов? Да. Мы долго обсуждали, что снять совместного. И решили снять ролик под названием... Ты приготовишь все, что я нарисую. Правильно, да. Я буду готовить все, что нарисует сегодня Никита. Так, Никит, у нас главные условия такие. У тебя есть 5 рисунков. Моя задача готовить все, что он нарисует. Потому что если я не приготовлю что-то, то я проиграю в челленджи. Договор? Договор. Так, вот столько фломастеров я тебе принес. Так что можешь вообще не стесняться сегодня в цветах. Ну, вообще есть предположение, что хотелось бы скушать? Ну, да. Расскажешь? Нарисую. Правильно. Не нарушаем условия челленджа. Так, вот тебе листики. У тебя есть 3 минуты. Все, я удаляюсь. Ты рисуешь. Так, давайте, не подсматривайте. Нарисую, потом посмотрите. Так, Никит, у вас 3 минуты прошло. Тут все понятно, в принципе. Я понимаю, что это такое. Это, наверное, бургер. Это правильный ответ. Есть! Видели, как мы? Сразу первое блюдо и сразу попадание. Бургер с сыром? Да, расплавленным. С помидорками? Да. Ну все, сейчас я приготовлю бургер. В приготовлении бургера я точно не сомневаюсь, потому что я сам обожаю бургеры и постоянно их готовлю. Поэтому приготовлю бургер по своему фирменному рецепту. Для этого нам понадобятся булочки, сыр, огурчики, два соуса, бургер соус и кетчуп, помидорка, листья салата и, конечно же, фарш. Разрезаем булочку и отправляем их на сковородку немного подсушиться. Берем фарш, подсаливаем его чуть-чуть, перчим, мешаем. Теперь разделяем фарш пополам, лепим котлеты. Кстати, котлеты для бургера, называется правильно, бифштекс. Внимание, у нас авария, у нас все брыжет. Так, аккуратненько берем, вот так вот снимаем котлеточку. Так, аккуратненько несем ее на бургер, кладем ее. О, как сыр расплавился, вы посмотрите, просто все стекает, класс, кайфово. Да, помидорки, выкладываем вот так вот помидорки. Теперь выкладываем огурчики, соусбургер, смазываем вторую булочку, закрываем бургер. Есть. Ну что, по-моему, вообще на Никитин рисунок похоже на все 100%. Ну что, Никитос, будем пробовать? Не, я добавку придумал к бургеру. Какую еще добавку? Картошку фри. Ты прикалываешься? Я так долго эти бургеры готовил. Где я тебе картошку фри найду? Нема не проблема, готовь. Или хочешь челлендж проиграть? Не, челлендж я точно проигрывать не хочу. Ладно? Я быстро, чтобы бургеры не остыли. Замороженной картошки фри у меня не нашлось, поэтому я быстренько почистил обычную картошку. Там поставил масло, чтобы оно уже нагревалось для критюра. Теперь нарезаем картошку сначала вот так. И теперь соломкой. Кстати, если будете готовить это дома, обязательно попросите помощи у родителей. Ни в коем случае не делайте это самостоятельно. Кстати, у меня есть вот такая вот штука, шумовка называется. Ей мы и будем забирать нашу картошку. Солим. Берем вторую тарелку, накрываем и делаем вот так. Выкладываем на тарелочку и несем пробовать Никите. Принес картошку к бургерам. Надеюсь, она тебе тоже понравится точно так же, как и бургер. Ну что, будем пробовать? Сначала картошечку. А, ну я тогда бургер. А зачем ты бургер разбираешь? Там кушать удобнее. А, ладно. Ну что, осилили мы бургер с картошкой. Картошкой? Тебе понравилось? Да. Будешь такие бургеры есть? Да. Ну все, как приеду еще раз в Томск, приготовлю тебе опять такой бургер. Ты наелся вообще? Нет. Как нет? Ты такой бургер замочил и столько картошки. Ну, хотелось еще что-нибудь. Так, еще что-нибудь. Ну окей, тогда рисуй. Сейчас принесу тебе листики, а я пойду попью водички. Ты уже поел бургер, ты уже поел картошку. Кто это такое? А ты догадайся. Это похоже на... Я не знаю, на что это похоже. На бук-купе, начинай. Слушай, ну я знаю одно слово на бук-купе, но вряд ли это дети любят. Это что, пельмень? И это правильный ответ. Пельмень? Ты серьезно, Никита? Вообще, кто любит пельмени? Вообще-то все дети любят пельмени. Я не верю, что все дети любят пельмени. Так, пишите в комментах, кто любит пельмени. Посмотрим, сколько вас. Я вот пельмени стал любить, когда мне было уже лет 16, наверное. Сегодня мы все готовим, напомню, самостоятельно. Поэтому пойду готовить пельмени. Интересный факт, я никогда в жизни сам не лепил пельмени. Поэтому это будет мой дебют. Надеюсь, вы меня поддержите. Давайте приступать. Так, пшеничная мука, растительное масло, куриное яйцо, вода, соль. Вроде все есть. Для начала нужно взять муку и высыпать ее на стол. Вбить сюда 2 куриных яйца. 2. 1 столовую ложку растительного масла. Понимаю, почему это все делается на столе, а не в тарелке. И аккуратно теперь нужно добавлять сюда воду и вымешивать тесто. Так, что теперь нужно сделать? Теперь нужно его вот так вот побить. Это добавит нотку поварского профессионализма. Теперь его нужно раскатать так, чтобы оно стало толщиной примерно 2-3 миллиметра. И нужно просто сделать вот такие вот кружочки. Никита, тебе хватит 5 пельменей. Нет, лучше 9. Каких еще 9? Ой, ладно. Идеальная пельменина. Так, еще вот так вот сделаем по столику. Первая готова. Да, ребята, оказалось, что пельмени лепить гораздо сложнее, чем я думал. Вот так вот у меня получилось. Справляем это в кастрюлю и несем пробовать Никитосу. Так, ну что, мои первые в жизни пельмени специально для тебя. В первый раз в жизни, представляешь, лепил пельмени. Ммм, сейчас вкусненько будет. Да, давай, пробуй. Невкусно? Ну, так себе. Может, тогда что-нибудь другое нарисуешь, а я тебе это приготовлю, а пельмени я сам съем. Окей. Э, а что это ты тут пишешь? Ну, я тут нарисовал и боялся, что ты не угадаешь, что это коктейль. И решил подписать, чтобы точно его получить. Так, ну я даже не знаю, честно это или не честно. Ну, подписчики оценят, да? Хотя все же подписчики, наверное, будут за подписчика. Ты же тоже подписчик. Надо отдать должное. Коктейль действительно похож на коктейль. Видно вот стакан, видно, что наполнено, трубочка даже есть. Коктейль какой, молочный? Да, клубникой и бананом. Ну все, я тогда за коктейлем. Так, ребят, для молочного коктейля нам понадобится мороженое, молоко, банан и клубника. Но есть один нюанс. Сейчас его проверю. Да, действительно этот нюанс есть. Челлендж точно проиграть нельзя. Единственный вариант, который я вижу, это поехать в магазин и быстро купить какой-нибудь блендер. Только главное это сделать быстро, и чтобы Никита не увидел, то мало ли он скажет, что так нельзя было делать. Все, тихонечко погнали. Так, ну что, друзья, мы приехали в магазин техники, сейчас быстро покупаем блендер и едем готовить молочный коктейль. Вот такой вот блендер мы насмотрели, он отлично подходит для молочных коктейлей. Смотрите, он даже можно вот так вот разъединить, и сразу получается стакан. Берем вот эту вот чашу, заливаем туда молоко. Никогда так не делайте. Теперь мороженое. Теперь клубника. Банан. Переворачиваем. Так, ничего не протекает, блендер надежный, видите. Надеюсь, все получится. Один возьму себе, он поменьше. Второй Никитосу. Кстати, я нашел такой же стакан, как он нарисовал на рисунке. Я думаю, ему будет приятно. Снимаем пробу. О, говорю честно, сам попробовал. Этот коктейль точно вкусный. Такого косяка, как с пельменями, уже точно не будет. Пробуй. Класс. Да, это просто пушка. Ты знаешь песню, кстати? Ты просто-просто пушка. Да, я знаю. Малышка. Безделушка. Любимая игрушка. Ты просто-просто пушка. Слушай, коктейль хоть и хороший, но мне еще чего-нибудь сладенького хочется. Ну, слушай, у тебя есть еще пятый рисунок. Можешь что-нибудь нарисовать, и я тебе приготовлю. Неси бумагу. Ну, вот тебе я сейчас принесу. Кстати, зрители, надеюсь, вам нравятся сегодняшние роли. И вы поддержите Влада подпиской. Пускайтесь под этот ролик и нажимайте на красную кнопочку подписаться. Это очень важно. Я проверю, чтобы все подписались. Давайте, пожалуйста. Так, все, время вышло. Что будем готовить? А, так это же легкотня. Торт, правильно? Да. Торт буду готовить тоже по своему фирменному рецепту. Называется пятиминутка. Поэтому через пять минут торт будет на этом столе. Выкладываем первый корж. Первый слой будет сгущенка. Хорошенечко вот так вот наливаем. Теперь берем следующий корж. И следующий слой выкладываем из нутеллы. Найс. Следующий корж. Взбитые сливки. Снимаем пробу сначала, естественно. Заливаем. Теперь вот такая вот декоративная посыпка. Декор-микс. Единороги. И немного ягод. Слушайте, мне кажется, выглядит очень классно. Я мог бы быть кондитером. Несем пробовать Никите. Так, последнее блюдо для тебя, Никита, сегодня. Это вот такой вот торт. Как тебе внешний вид? Очень нравится. Ну класс. Надеюсь, понравится и по вкусу. Тут все ингредиенты, которые любят дети. Класс? Угу. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, на канал Никиты. Смотрите, не забывайте, что вам нужно сегодня нажать на кнопку подписаться. Пожалуйста. Да, не забывайте подписываться. Ну а с вами был Кобяков, Никита. И мы увидимся в новых роликах. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.